Сейчас мы находимся на стенде компании Мэй. Михаил Лярман представляет марку в России. Это Германия. Это очень известная фирма не только в Германии, но и во всем мире. В России представляет Михаил. Есть особенности этой марки, о которых он расскажет. Рассказывайте, Михаил, что представляете. Такая марка Мэй существует с 1928 года. Мэй производит белье как для мужчин, так и для женщин. Разного направления. Это белье, это трикотажное белье для женщин, это корсетное белье, это одежда для сна, одежда для дома. Для мужчин это тоже белье и тоже одежда для дома. И не только для дома, можно сказать, что не деловая одежда. Кроме того, есть так называемое бизнес, белье, которое очень удобно и очень комфортно для деловых мужчин. В Германии номер один? По женскому белью на немецком рынке фирма занимает первое место. И по мужскому белью фирма занимает второе место на немецком рынке. Кроме того, очень больших успехов фирма добилась на территории Австрии, Швейцарии, Голландии. За счет чего? За счет великолепного качества, потому что это белье от начала и до конца изготавливается непосредственно в Германии. Как подтверждают руководители фирмы, 95% прибавочной стоимости делается непосредственно на фирме и непосредственно в Германии. Потому что весь процесс производства, начиная от хлопка, он, правда, не в Германии вырастает, а в Перу, но в дальнейшем... Обработка, наверное, ее ведется. Ткани все делаются в Германии и пошив делается в Германии. Закупается только немножечко кружево, резинки и так далее. Но потом все, что сомневается. Показываете теперь сам ассортимент. Я могу вам сказать, что это семейное предприятие. Находится в руках уже третьего поколения семьи Майка. И благодаря этому они очень следят за качеством, очень считают, что немецкое качество и соотношение цены и качества играет огромное. Можно сказать, что это Мерседес на рынке белья, да? Ну, я бы не сказал так, что это прям какой-то эксклюзив, очень дорогой. Это нормальный, средний плюс, который пользуется очень хорошим спросом среди конечного потребителя. Могу вам сказать, даже у нас в России, хотя мы здесь не так давно существуем и работаем. И мужчины, и женщины, которые один раз надели на себя, мы, уже им это нравится, они покупают это во второй раз. Приятный на ощупь очень. Можете посмотреть, как на девушке на нашей сидит. Давайте. Это домашний костюм. Да, такой вот, я бы сказал, что это ночнушка такая, в которой можно спать очень удобно и очень-очень хорошо. Приятно после работы прийти, переодеться в такое. Кроме того, вот можно сказать, вот этот бюстгальтер, этот спейсер является самым легким спейсером, и это специалисты фирмы. Невесомый. Да, проверяли его женщины. А сколько он стоит? Здесь цены нет, но его цена где-то в районе 40 евро. Закупочная цена? Нет, 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 закупочная цена меньше. Я имею в виду, я говорю, цена уже в магазине. В рознице? 40 евро, 40 на... 30 с половиной тысячи? Да, где-то 30 с половиной. Ну, плюс трусики это уже будет... Ну, ну, шесть тысяч максимум, да? Интересно. Ну, вот, пожалуй, это корсетка, которая очень удобна, очень комфортна. Вот трикотаж очень хорошо прилегает к телу, очень симпатичный. Да, симпатичный, приятный на ощупь. Вот там домашка. Ну, смотрите, какой лаконичный такой дизайн. И цветовая гамма, все лаконично. И не кричащая, такой европейский стиль, да? Спокойный. Солидный. Очень, очень все размеренно. И очень, главное, очень удобно и красиво. Хорошо сидит, посадка очень хорошая. Значит, потребитель, все-таки я думаю, что это женщины, мужчины, занимающиеся бизнесом, у которых есть деньги, которые понимают белье. Ну, то есть, это не люди, которые не разбираются, которым цена все самое главное. Коллекция состоит из базовых моделей, которые можно заказывать круглогодично. Вот, например, очень пользующиеся большим спросом вот такие трусики. Они не очень дорогие, и женщины очень очень не покупают. Это не хлопок, это что там, вискоза или модал? Нет, это не хлопок. Здесь 93% вискозы и 7% эластанов. И так как все-таки это не синтетика, и поэтому женщины с удовольствием покупают. И есть модные вещи, которые идут только по сезону. А где? Ну, на сезон, сейчас не скажу. Сейчас я вам покажу. Ну, вот, например, вот такой комплект. Вот это не база, это сезон, это осень-зима 2016-2017. И сколько? Он стоит, он с дорогой, он стоит где-то в магазине, в районе 70-летних. Да, 5-600 для людей состоятельных. Но есть разные. Вот мы посмотрели. Разные, разные. Для... Ценового уровня. Не могу сказать, что это все очень дешево по бросовым ценам, нет этого нет. Но это качество, а качество, оно стоит где-то. Да, тут качество во всем, и в материалах, и в производстве, в технологиях, в конструкции. Очень строгий контроль качества, и поэтому, ну, во-первых, носкость, это тоже имеет значение. Ну, в принципе, вот... Да, спасибо большое, Михаил, мы составили представление о марке, поэтому будем надеяться, что заинтересуют наших зрителей, пусть обращаются или к вам. Реклама есть в магазине или к нам, конечно, мы всегда дадим контакты, и, пожалуйста, работайте, зарабатывайте деньги, уважаемые зрители. Спасибо. Спасибо. Спасибо, всего доброго.